Генерал и по факту второй человек в Иране в завещании просил положить его в обычную могилу и, не указывая званий, написать просто «Солдат Касэм Сулеймани». Последний путь одного из героев нации пришли проводить миллионы людей. Они скандировали проклятие в адрес США и несли красные флаги в Иране – это символ мести. В тот же день власти страны заявили об официальном выходе из ядерного соглашения. Они обещали отомстить Соединенным Штатам за убийство Сулеймани. Казалось, человечество в одном шаге от большой войны. И все это в нашем регионе. Расстояние от Южной Осетии до Ирана всего 600 километров. Впрочем, Южная Осетия оперативно обозначила свою позицию. Глава Министерства иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медуев. В Южной Осетии с озабоченностью наблюдают за стремительным ростом напряженности в связи с последствиями убийства видного иранского генерала Сулеймани в Ираке. В случае, если США все же решат использовать территорию Грузии как аэродром для наносения ударов по Ирану, напряженность на всем Кавказе резко возрастет, что без сомнения может привести к непредсказуемому развитию. Ситуация развивалась стремительно. Иранский МИД заявил, что убийство генерала – это акт международного терроризма. А парламент Ирана законодательно причислил Пентагон к террористическим организациям. В ответ Дональд Трамп заявил, что готов нанести непропорционально сильный удар по Тегерану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты. Но Иран не уступил. Поздней ночью 8 января армия Тегерана ударила ракетами по расположенным в Ираке военным базам США. Иран назвал эту атаку пощечиной американцам и заявил о больших потерях в живой силе армии Соединенных Штатов. Дональд Трамп же, напротив, заявил, что потерь со стороны американцев нет. Но отвечать военными действиями на атаку уже не стал, заявив, что применит к Ирану лишь экономические санкции. В этом плане примечательна реакция грузинских общественников, обычно всеми методами поддерживающих политику США. Сегодня они заговорили по-другому. Вот что пишет главный редактор «Грузия.Информ» Арнольд Хидербегишвили. В случае войны единственной страной, способной защитить Грузию от гибели, является Россия, как бывало не раз. Защитить от миллионов беженцев, которые хлынут из Ирана в Грузию через Армению и Азербайджан, среди которых будет много террористов. Защитить от США, которые в случае войны используют аэропорты и морские порты Грузии в качестве перевалочного пункта, превратив Грузию в потенциальную мишень для джихада. Достаточно будет попадания одной ракеты в биолабораторию Лугара в Тбилиси, чтобы исчезла и Грузия. Кроме того, США сами могут использовать смертельные вирусы из биолаборатории в качестве химического оружия против Ирана. Чтобы Грузия не попала под раздачу и не прекратила свое существование, надо срочно обратиться за помощью к России. О том, какие риски для Южной Осетии в случае начала большой войны, рассказал эксперт Юрий Вазагов. Любая дестабилизация повлияет на ситуацию в целом в республиках Закавказа и вызовет нежелательные тенденции. Речь идет не только об активизации радикальных террористических группировок, но и о другом факторе. А именно то, что Грузия сегодня является опорным пунктом плацдарма Соединенных Штатов в нашем регионе. И особенно если учесть отказ Турции, предоставлять свою территорию под американские базы. Принимаемые меры позволяют нам рассчитывать на то, что в случае дальнейшего обострения ситуации, Южная Осетия будет надежно защищена от какого-либо поползновения террористических группировок и других радикальных сил. Говоря о главных игроках в регионе, ни самому Ирану, чья экономика подорвана санкциями, ни Ливану, где внутренние конфликты, ни тем более Израилю, более года живущему, без правительства и парламента эта война не нужна. И это дает надежду сохранение пусть слабого, но мира у самого порога войны. Алан Тибилов, Заврустаев. Информационный выпуск сегодня.